Ты будешь большой, Ассоль. Однажды утром в морской дале под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны прямо к тебе. Тихо будет плыть этот чудесный корабль без криков и выстрелов. На берегу много соберется народу, удивляясь и ахая. Ты будешь стоять там. Корабль подойдет величественно к самому берегу под звуки прекрасной музыки, нарядная, в коврах, в золоте и цветах проплывет от него быстрая лодка. Зачем вы приехали? Вы кого-то ищете? Спросят люди на берегу. И тогда ты увидишь храброго красивого принца. Он будет стоять и протягивать к тебе руки. Здравствуй, Ассоль, скажет он. Далеко-далеко я увидел тебя во сне. Приехал, чтобы увезти тебя отсюда навсегда в свое царство. Ты будешь там жить со мной в розовой глубокой долине. У тебя будет все, чего ты только пожелаешь. И жить со мной мы станем дружно и весело. И никогда душа твоя не узнает ни слез, ни печали. Он посадит тебя в лодку и привезет на корабль. И ты уедешь навсегда в блистательную страну, где восходит солнце. И где звезды спустятся с неба, чтобы поздравить тебя с приездом. Это все мне? Тихо спросила девочка. Ее серьезные глаза повеселели и просияли доверием. А опасный волшебник, разумеется, не стал бы говорить так. И она подошла поближе. Послушай, может быть, этот корабль пришел? Не так скоро, сказал Эгель. Сначала, как я тебе сказал, ты вырастешь. Ну, а потом, ну, что говорить, это будет и кончено. Что бы ты тогда сделала? Я, она посмотрела в свою корзину, но, видимо, не нашла там ничего достойного, чтобы служить веским вознаграждением. Я бы его любила, поспешно сказала она и не совсем твердо добавила. Но если он не дерется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова